Чего же на самом деле боится вирус? Приходите, регистрируйтесь, задавайте вопросы, и мы с удовольствием с Татьяной Владимировной ответим на них, и поможем вместе с вами организовать коллективную противовирусную защиту. Более 40 лет назад на экраны нашего телевидения вышел замечательный фильм с Константином Огаревичем Райкиным в главной роли, который назывался «Труфальдина из Бергама». Мы все дружно смеялись над этим фильмом, мы с удовольствием слушали музыку из этого фильма. Ровно такое же удовольствие я получил, ровно такое же удовольствие я получил несколько часов назад, когда на просторах интернета я увидел очередного «Труфальдина» из очередного «Бергама» нашего доктора, который 20 лет, с его слов, работает в Италии, и он предложил новый способ борьбы с вирусом. В чем же он заключается? Глубоко уважаемый наш коллега из Италии заявил о том, что алкоголь очень хорошо разрушает лепитопродеидные защитные свойства вируса, и поэтому он настоятельно рекомендует использовать спирт, использовать водку для того, чтобы мы могли ингалироваться таким образом. Каким же образом? Глубоко уважаемый доктор из Италии утверждает, что алкоголь разрушает жировую защитную пленку вируса, препятствует таким образом развитию в теле хозяина, самого. Абсолютно при этом товарищ забывает о том, что львиная доля вирусов как раз таки отличается от другой микрофлоры и от других микроорганизмов тем, что очень легко проникает в хозяйские клетки и тем самым разрушает не только, если на самом деле разрушает, что очень сомнительно, жировую защитную пленку вируса, но и разрушает клеточный материал, энергетический материал самого человека. Это с одной стороны. С другой стороны, дамы и господа, представьте себе картину, представьте себе картину, когда вы на марлю вот таким вот образом наносите алкоголь, как вам советуют, прикладываете к маске и дышите вот этими парами. Более того, господин из Бергамы или откуда он там взялся, советует точно таким же образом обрабатывать подушку на ночь глядя. И с какой головной, с какой головой, с какими глазами мы утром проснемся, мы утром встанем, если мы утром проснемся и встанем. Потому что прямая, прямая, у меня даже слов не находится, я даже заикаюсь, я прошу прощения, от этого кошмара, от Руфальдина из Бергамы. Потому что представьте себе, с точки зрения алкоголя, с точки зрения алкоголя, он попадает через порыв к нам сразу буквально в кровь. У нас есть опыт применения таких вещей, но под контролем врачей. А с точки зрения неорганизованной толпы, у нас был опыт применения, попытки применения алкоголя в системах для курения, в системах вейпов. И какое количество интоксикаций, какое количество смертей мы получили. А представьте себе, на секундочку, такие рекомендации широким шагом вошли в народ. И мы не знаем, в каком состоянии, пряморбитном, в каком состоянии сопутствующих заболеваний находятся наши замечательные пациенты. Есть ли у них проблемы с печенью, есть ли у них проблемы с желчным пузырем, есть ли у них проблемы с легкими, есть ли у них проблемы с сердцем и так далее, и так далее, и так далее. Когда пары алкоголя, в буквальном смысле, вызывает проблемы с сосудами головного мозга, вызывает алкогольную, послалкогольную, церебральную энцефалопатическую патологию. Когда мы, практически, делаемся самостоятельно, заложниками популярного, достаточно, к сожалению, состояния в нашем народе, под названием белая горячка. В то же время, когда у нас есть совсем рядом с нами продукты, продукты, которые на самом деле очень хорошо разрушают пресловутый вирус. И своим вот этим открытием в 1892 году мы обязаны Ивановскому, еще и в том плане, что он не только открыл микроорганизмы, которые потом назвали вирусами, но он определил природу веществ, которые разрушают эти самые вирусы. Это что у нас? Это растительные вещества, содержащие внутри себя, содержащие в себе алкалоиды. Самая популярная из них, это посленовая группа растений. А что мы знаем с вами из посленовых групп растений? Это у нас, конечно, к сожалению, табак. Это у нас, к сожалению, табак. И поэтому на сегодняшний день, опять же, на просторах интернета вы можете найти информацию о том, что медицинские работники и пациенты пользуются пластырями с никотином, который очень хорошо, с их слов, субъективно помогает для борьбы с вирусами. И в то же время, звучит такая фраза, что они не понимают природу, они не понимают природу воздействия этих вещей. А природа лежит в плоскости доступности. Это алкалоиды с повышенным щелочным образованием. Все то, что у нас вызывает состояние изменения кислотно-щелочного равновесия в сторону ощелачивания, очень хорошо нам помогает бороться с вирусами в целом. Помните, пожалуйста, о том, что вирус пройдет. Но природа вирусная не пройдет, потому что господину Ивановскому, который открыл сами вирусы и является основоположником науки и вирусологии, приписывает такие слова. Вирус есть вирус. Вирус есть вирус. И человек, человечество без вируса жить не может. Приходите, регистрируйтесь, задавайте вопросы. И мы с удовольствием с Татьяной Владимировной ответим на них. И поможем вместе с вами организовать коллективную противовирусную защиту. Потому что раз от раза мутации будут приводить к тому, что система нашего иммунитета будет резко уменьшаться по мере того, как будет увеличиваться радиус действия, радиус и диаметр вируса, будет уменьшаться качество нашего иммунитета. Не пропускайте, обращаю ваше внимание, ни в коем случае не пропускайте это важное событие. И насколько бы вам не насохренела тема с ковидом, имейте, пожалуйста, ввиду, как бы глубоко вы не закапывали голову в песок. Есть такое образное выражение. Чем глубже у страуса голова в песке, тем у него пятая точка ближе к беде. Поэтому давайте не уподобляться к страусам, а открытыми глазами, открытыми ушами принимать эту информацию и выстраивать максимально коллективную, но в первую очередь индивидуальную противовирусную и противобактериальную защиту. Потому что имейте ввиду, что за вирусами всегда сидят бактерии. За вирусами всегда прячутся паразиты. А мы в этом смысле для них становимся такой вот плотоядной площадкой. Давайте не делать из себя кусок пищевой цепочки.